Вы смотрите программу «Время Икс» в студии Светлана Скребец. Здравствуйте! 1 января 2018 года семьи, в которых родился первый или второй ребенок, могут обратиться за назначением дополнительной ежемесячной выплаты на детей. Речь идет об абсолютно новом виде выплаты в России. Она, по сути, не является пособием, не отменяет и не заменяет выплачиваемые федеральные пособия на детей. Кто вправе получить выплату, в каком размере и какие документы необходимо оформить и куда предоставить, узнаем у гостей студии. Это Евгения Николаевна Бытько, заместитель начальника управления социального обеспечения, начальника отдела организации социальных выплат. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли к нам. Тема очень интересная, животрепещущая, у многих волнующая. И все же, кто может претендовать на эти выплаты? 28 декабря 2017 года был подписан федеральный закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, в соответствии с которым предусмотрена ежемесячная выплата при рождении первого, второго ребенка, а также при усыновлении. Если при рождении первого ребенка выплаты производит Департамент труда, социальной защиты населения города Севастополя, то при рождении и усыновлении второго ребенка эти выплаты предоставляются региональными отделениями пенсионного фонда. То есть за ними надо будет обращаться уже в пенсионный фонд и из материнского капитала? Да, за счет средств материнского капитала. Хорошо, и все же кто имеет право? Только везунчики, которые родились после 1 января 2018 года? Да, это так. Право на ежемесячную выплату при рождении и усыновлении первого ребенка имеют женщины, родившие детей, начиная с 1 января 2018 года. Женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, и также на детей, которые являются гражданами Российской Федерации. Эта выплата адресная, назначается по критерию нуждаемости, и назначается семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину, полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в городе, в субъекте, в городе Севастополе, за второй квартал 2017 года для трудоспособных граждан. Надо будет потом впоследствии меняться? В 2018 году будет рассчитываться только из этого критерия нуждаемости. Уже в 2019 году будет учитываться прожиточный минимум за второй квартал 2018 года. Далее. Ежемесячная выплата назначается, как я говорила, женщинам. В случае, если смерти женщины, эта выплата может быть назначена и отцу ребенка, а также опекуну ребенка. За назначением выплаты можно обратиться в течение полутора лет ребенку. В случае, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев с даты рождения ребенка, то ежемесячная выплата назначается с даты рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата назначается с даты подачи заявления. Поэтому я обращаюсь к нашим мамочкам, которые уже родили детей в 2018 году, обращаться в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства. С 9 января мы уже начали прием, мы готовы к назначению этой выплаты. И желательно успеть в первые полгода жизни ребенка, чтобы не потерять назначенное пособие. Ежемесячная выплата назначается сроком на один год первоначально. По окончанию срока нужно будет вновь обратиться за назначением этой выплаты, и уже далее пособие назначится уже до полутора лет ребенку. Размер выплаты также определен федеральным законом. Он установлен в размере прожиточного минимума на детей, также установленных в субъекте Российской Федерации за второй квартал 2017 года. В 2018 году мы будем выплачивать пособие в размере 10 935 рублей. Ну и хочу обратить внимание, что эта выплата будет выплачиваться только через банковские учреждения. То есть если все остальные пособия можно было выбирать? На почтовое отделение, либо через кредитные организации, то эта выплата будет выплачиваться только через банки. Хорошо, но ведь не только с заявлением нужно обратиться, нужно же собрать какие-то документы. Если вы говорите, что не превышает полуторакратное прожиточного минимума, это же надо еще доказать. То есть полгода на то, чтобы собрать документы в том числе. Какие документы? При назначении этой выплаты среднедушевой доход семьи рассчитывается, исходя из доходов трудоспособных членов семьи, за 12 предыдущих месяцев. То есть без учета еще ребенка? Нет. На троих уже или на двоих? В состав семьи входит три человека, то есть мама, папа и ребенок. То есть уже учитывается? Но доходы учитываются, так как трудоспособные граждане предоставляют доходы за 12 месяцев, до месяца подачи заявления. Документы, они, как обычно, при всех назначениях, которые у нас обращаются за пособием на детей, это документы, удостоверяющие личность, место жительства. Документы, подтверждающие рождение ребенка. Это свидетельство о рождении, усыновлении ребенка. Также документ об установлении опеки над ребенком. В случае, если мама в разводе, документ о расторжении брака. Документы, подтверждающие гражданство и самой воза заявителя, и ребенка. Сведения о доходах за 12 месяцев. В расчет дохода учитывается все. И заработная плата, и пенсия, и стипендии, если там родители обучающиеся. Страховые выплаты. Также пособия, если мама, папа получают какие-то пособия. То есть учитываются все доходы за 12 месяцев. И расчетный счет из банка, на который мы будем перечислять эти выплаты. Это мы говорили сейчас о первом ребенке, который будет получать выплаты именно через соцзащиту. Какие-то еще выплаты есть? На первого ребенка, как и ранее, мы назначали и предоставляли выплаты через Департамент труда только лицам, не застрахованным. Поэтому предоставляется выплата единовременная при рождении ребенка, которая сейчас составляет 16 350 рублей. И на первого ребенка также выплачивается пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере 3065 рублей. Если вдруг, вот вы говорили, в случае смерти женщины, то пособие может выплачиваться и отцу ребенка, и опеку. Ну, каким образом нужно это подтверждать? Здесь документ, подтверждающий установление опеки, ну и свидетельство о смерти матери в таком случае. Хорошо, все у нас прошло отлично. Да, еще хотела сказать, что выплаты, которые предусмотрены этим федеральным законом, ежегодно с 1 февраля индексируются. То есть те размеры, которые я уже назвала, они выплачиваются в январе месяце в этом размере, уже с 1 февраля будут выплачиваться в новом проиндексированном размере. Пока размер индексации мы еще не знаем, но для перерасчета пособий никуда не надо обращаться, просто мамы, которые получают у нас эти пособия, они уже в феврале получат в новом размере. Это происходит все автоматически. Через год, когда надо будет подавать еще на 6 месяцев, примерно такой же пакет документов? Тот же пакет документов, весь перечисленный пакет документов, только доходы за 12 месяцев уже, которые предшествуют месяцу новой подачи заявления. Хорошо, а если говорить о счастливицах, которые с 1 января 2018 года родили второго ребенка? Те счастливицы, которые родили второго ребенка, также имеют право в соответствии с федеральным законом на единовременную выплату при рождении ребенка, о которой я говорила, 16 350 рублей. Но пособие по уходу за вторым ребенком уже составляет 6 131 рубль. По уходу за вторым и последующим детьми, который выплачивается до полутора лет. И в свете новых событий с новым федеральным законом, мамочки могут обращаться в органы пенсионного фонда за ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка, которое будет выплачиваться за счет средств материнского капитала. Но это уже касается только детей, которые родились начиная с 1 января 2018 года. То есть пособия друг друга не поглощают, не замещают. Это абсолютно раздельные пособия, которые идут в семейный общий семейный бюджет. То есть мамы будут иметь право и на пособия по уходу до полутора лет, и на ежемесячную выплату за вторым ребенком. То есть все это суммируется. Хорошо, но в Севастополе не так мало семей, в которых рождается третий ребенок. Помимо перечисленных мною пособий при рождении ребенка и по уходу до полутора лет, в городе Севастополе в соответствии с указом президента Российской Федерации и указом губернатора города Севастополя о предоставлении ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения трехлетнего возраста выплачивается ежемесячная денежная выплата. Тут уже до трех лет, да? Это уже выплата предоставляется до трех лет. Если через каждые полтора года приходится рожать, чтобы получить пособие, то здесь уже до трех лет. Сразу до трех лет. Это пособие назначается сразу до трех лет. Только в течение этих трех лет каждый год нужно подтверждать доходы семьи. Этот вид пособия тоже назначается с учетом критерия нуждаемости. Но здесь уже критерий нуждаемости больше. Он составляет в случае, семья имеет право на это пособие, в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 2,5 прожиточных минимума на душу населения, установленных в городе Севастополя, на момент подачи заявлений. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка также выплачивается с даты рождения ребенка, в случае, если заявление на эту выплату последовало не позднее 6 месяцев, и в случае, если уже прошел 6-месячный срок, эта выплата выплачивается за 6 месяцев назад, с даты подачи заявления. То есть здесь мамочки у нас не теряют, даже если они 6 месяцев пропустили, обратились на 7-й, мы возвращаем за 6 месяцев назад эту выплату. И даже если в полтора года за 6 месяцев назад и до 3-х лет мы эту выплату назначаем. Хорошо, чтобы более понятно было нашим телезрителям, давайте на цифрах. Вот, допустим, среднестатистическая семья, в которой родился третий ребенок, чтобы получить им пособие, какой доход у них должен быть? Ну, вот среднестатистическая семья – это мама, папа и трое детей. Ну, вот третий ребенок, который родился. Третий ребенок. То есть состав семьи учитываются родители и все дети. То есть если на сегодняшний день прожиточный минимум на душу населения составляет 10 284 рубля, то среднедушевой доход на одного человека составляет 25 710 рублей. То есть доход семьи, не превышающий 128 550 рублей, вот эта семья уже будет иметь право на ежемесячную денежную выплату. Но я думаю, что у нас не так много семей в городе Севастополе, у которых месячный доход составляет около 128 тысяч рублей. Поэтому здесь… То есть практически каждая семья при рождении третьего ребенка собрав документы. Да, ну вот здесь вот есть небольшая оговорка. То есть здесь при предоставлении ежемесячной денежной выплаты трудоспособные члены семьи должны предоставить доходы. И в случае, если неуважительные причины непредоставления доходов у нас являются уважительными причинами, если папа или мама не работает. Это такие условия, что мама находится по уходу за ребенком до трех лет. Мама находится по уходу за тремя детьми возрасте до 18 лет. Трудоспособный гражданин состоит в центре занятости, как ищущий работу. Является получателем любого вида пенсии, за исключением пенсии, которую получают по потере кормильца. Либо является студентом. Но ведь папа тоже может быть по уходу за ребенком, если мама работает. Папа может быть по уходу за ребенком. Здесь не важно, да. Здесь не важно. Поэтому, то есть при вот этих условиях, что папа не просто сидят и ждут, когда им пособие заплатят, а в случае, если они находятся в поисках работы, но в какой-то момент сложились такие обстоятельства, что не могут устроиться на работу. Но видно, что что-то делают и могут предоставить документы. Хорошо. Какие-то есть еще пособия, которые выплачиваются на детей? Да, у нас выплачивается в соответствии с тем же федеральным законом, которое у нас уже с 1995 года, государственное пособие гражданам, имеющим детей, выплачивается еще пособие в случае, если папа находится на военной службе по призыву. Здесь выплачивается два вида пособия. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, находящегося по призыву. Оно выплачивается в размере 25 892 рубля. И ежемесячное пособие на ребенка, находящегося на службе по призыву. Ежемесячное пособие в размере 11 096 рублей. Ежемесячное пособие выплачивается тоже на ребенка до трех лет, но на время прохождения военной службы отца ребенка. То есть так как у нас сейчас служат родители год, то есть в любое время с года до трех лет, если ребенку еще до трех лет, то мамы могут обратиться и на время прохождения военной службы они получают еще дополнительно вот это пособие 11 тысяч. Оно тоже не влияет ни на какие выплаты. То есть мама получает и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если получается ежемесячную выплату на ребенка до полутора лет. Если он родился с 1 января 2018 года. Если родился, да, оговорка, если он родился с 1 января 2018 года. И еще пособие ежемесячное, вот это, когда папа находится на военной службе. Срочная служба. Хорошо, а региональные льготы есть какие-то? Да, в городе Севастополе всеми имеющим детей у нас предоставляется пособие на детей. У нас есть наш закон города Севастополя о пособии на ребенка, в соответствии с которым предусмотрены выплаты на детей. Это пособие на ребенка в размере 555 рублей 94 копейки. Пособие на ребенка одинокой матери, которая выплачивается в размере 1667 рублей. И пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов. Эти пособия также являются адресными и назначаются по критерию нуждаемости. Здесь критерием нуждаемости является среднедушевой доход на душу населения. То есть семья, имеющая среднедушевой доход, ниже прожиточного минимума на душу населения. То есть тут гораздо меньше цифр, к тем цифрам они не готовы. И размеры сами пособия, и правоопределения. Пособие назначается на 12 месяцев. И каждые 12 месяцев нужно подтверждать право на это пособие, предоставлять документы. Это документы, они практически все идентичны. Только вот при назначении пособия на ребенка еще необходим документ, подтверждающий совместное проживание родителя с детьми. Евгения Николаевна, я знаю, что еще есть очень много информации. Вам придется прийти в нашу студию еще раз, потому что время, к сожалению, не прогрессируется. Пожалуйста, мы всегда рады рассказать. Спасибо вам огромное, что так подробно все рассказали. Я думаю, что кто хотел, те услышали. Я думаю, что это приятная новость для наших севастопольцев. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что гостей студии была Евгения Николаевна Путько, заместитель начальника управления социального обеспечения, начальника отдела организации социальных выплат. Вы смотрели программу «Время Икс». В студии для вас работала Светлана Скребец. До встречи в эфирах информационного канала Севастополя. Субтитры создавал DimaTorzok